В прошлом году зауральцы были довольны качеством предоставления социальных услуг на 96,6%. Этот показатель удалось узнать благодаря мониторингу и анкетированию граждан, чем занимали специалисты Курганского госуниверситета. Об этом и также о реализации региональной государственной программы в сфере социальной защиты населения рассказали специалисты в правительстве региона. Основной целью программы является повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, проживающих на территории области. Достижение поставленной цели требует от нас решения следующих задач. Это выполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, оказание социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, обеспечение потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми в социальном обслуживании и повышение эффективности деятельности органов и учреждений социальной защиты населения Курганской области. На реализацию программы в прошлом году затратили более 218 миллионов рублей. Значительная часть была направлена на поддержку семей с детьми. В прошлом году более 75 тысяч малообеспеченных семей получили пособия и ежемесячные выплаты. Государственная социальная помощь на улучшение питания предоставляется малоимущим семьям, воспитывающим 8 и более несовершеннолетних детей. Через органы социальной защиты населения зауральцы получают субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. С декабря 2014 года в расчет субсидии включена плата за капитальный ремонт в многоквартирных домах. По предварительным расчетам расходы областного бюджета на эти цели составят более 62 миллионов рублей. По итогам 2014 года доля граждан, получивших социальные услуги в государственных учреждениях социального обслуживания населения, составила почти 99% обратившихся. Проблема, которая не позволяет достичь стопроцентного показателя – очередность психоневрологические интернаты. В прошлом году было создано 160 мест психоневрологического профиля, однако ежегодно в очередь встают порядка 90 инвалидов. В прошлом году проводился капитальный ремонт зданий и учреждений соцзащиты, приобреталось новое оборудование и транспорт. Средняя заработная плата социальных работников составила 12 216 рублей. С муниципальными образованиями тоже так же нужно отрабатывать их, что в ряде муниципальных образований у нас учреждений есть, чтобы они активное участие принимали, несмотря на то, что это находится все в нашем управлении, в нашем финансировании. Но голову самоустраняться здесь не должно от этого работать. Елена Швецова, Глеб Печорских, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курган.ру